МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Темой этой недели стал визит в столицу региона полномоченного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова. В рамках рабочей поездки полпред посетил объекты инфраструктуры, а также провел совещание, посвященное финансовой ситуации в регионе и исполнению майских указов президента. Ненецкий округ – один из первых субъектов Российской Федерации, который Николай Цуканов посетил в новой для себя должности. Свой первый визит в должности полномоченного представителя президента Российской Федерации Николай Цуканов начал со встречи с главой региона Игорем Кошиным. Вы знаете, что президент поручил заниматься Северо-Западным округом. Для меня эта работа хоть и новая, но, с другой стороны, опыт губернатора в Калининградской области, непростой области, тоже, наверное, дает мне возможность понимать особенности работы моих коллег, партнеров. Сегодня, конечно же, президент ставит конкретные задачи, прежде всего, они связаны с выполнением указов президента. Я знаю, что почти, собственно говоря, все указы исполняют. Есть некоторые нюансы, но я уверен, что до конца года вы сможете их до конца исполнить. Особое внимание, по мнению Николая Цуканова, следует уделить подготовке и началу отопительного сезона в регионе. Эта услуга, по словам полпреда, должна быть качественной. В целом, к отопительному сезону мы в сентябре будем готовы уже полностью. Очень здорово вы имеете огромный опыт на губернаторском поступке. Поэтому, знаете, изнутри всю эту работу, знаете, и сложности, и те резервы, которые существуют практически в каждом субъекте. Поэтому, надеемся, с вашей помощью будем реализовывать все поставленные задачи. Вопросы жилищно-коммунальной сферы региона полпред начал изучать в строящемся квартале на авиаторов. По темпу ввода жилья Ненецкий округ на фоне других субъектов числится в регионах-лидерах. В 2015 году в округе построено более 43 тысяч квадратных метров жилья. За первое полугодие 2016-го в строю введено уже порядка 6,5 тысяч. В ходе осмотра вице-губернатор Алексей Кайдалов рассказал о количестве сданных квартир, в которых уже живут жители региона. Шесть зданий построено, введено в эксплуатацию. Всего 540 квартир. 320 квартир были выделены в ход социальной, так называемой, очереди. 220 – в ход расселения в верховаренном жилье. Плюс здесь часть квартир, мы поставим на своя очередь для многодетных. Интерес Николая Цуканова вызвали и технологии строительства, и планы по развитию инфраструктуры района. Особое внимание представитель президента обратил на строящуюся школу и детский сад. Строительство дошкольного учреждения на 220 мест уже идет полным ходом. Не обошли стороной и финансовую сторону вопроса. Стоимость контракта на строительство детского сада составила 320 миллионов рублей, при начальной цене в 346 миллионов. Региону удалось не только оптимизировать затраты, но и привлечь федеральные средства. В текущем году на эту стройку из госбюджета выделено порядка 92 миллионов. Более 100 миллионов в этом году федеральный центр перечислил региону на строительство школы в том же районе. Школьный комплекс планируют сдать в 2019 году. Стоимость строительства составляет порядка 2 миллиардов. В последующие годы окружные власти также намерены привлекать федеральные средства для продолжения строительства двух объектов. По итогам осмотра микрорайона представитель президента остался доволен. Качественно проработанный и грамотный проект так охарактеризовал Николай Цуканов строящийся микрорайон. В ходе поездки представитель президента посетил также морской торговый порт. Глава региона Игорь Кошин рассказал полпреду о функциях предприятия и о необходимой модернизации мощности объекта. На эти цели регион также хочет привлечь средства федерального бюджета. О финансовых трудностях Неницкого округа и о федеральной поддержке речь шла на совещании. В начале встречи Николай Цуканов отметил, что с падением цены на нефть доходы бюджета НАО резко сократились. Глава региона Игорь Кошин в свою очередь отметил, что в прошлом году с территории НАО в бюджеты всех уровней было собрано налогов на сумму 67,5 миллиардов рублей. Из них 42 миллиарда поступили в федеральный бюджет. Сегодня региону-донору самому требуется федеральная поддержка. То, что сегодня округ находится в сложной финансовой ситуации из-за кратного снижения цен на углеводороды, но для дальнейшего развития нашей североевропейской кладовой России безусловно требуется федеральная поддержка. В подтверждение сказанного прозвучал доклад Татьяны Лагвиненко. Вице-губернатор рассказала о сложностях в исполнении бюджета прошлого года, текущих расходах и доходах и о перспективах наполнения окружной казны. Сегодня Неницкий округ уже имеет госдолг. Он обоснован дефицитом бюджета, который возник из-за выпадения доходов в виде прибыльной продукции от Харьягинского СРП. Таким образом, в нынешнем году из-за низких цен на нефть существуют риски недополучения более 4 миллиардов рублей. Кроме того, по словам главного финансиста региона, в 2016 году есть риски выпадения доходов по налогу на прибыль организации консолидированных групп налогоплательщиков. Таким образом, выпадение доходов ожидается на уровне 5 миллиардов 400 миллионов рублей. Множество мероприятий по оптимизации расходов проведено своими силами. Но без федеральной поддержки нам не справиться. Одним из направлений бюджетной политики Министерства финансов РФ является сбалансированное региональное развитие, в рамках которого мы обратились на финансовую поддержку, что и необходимая по группе. Не могу не повториться, что риск неполучения 32,2% доходов окружного бюджета вызывает крайнее беспокойство руководства региона, так как сокращение третьих расходов бюджета может привести к обострению социальной напряженности в оборудовании. Сегодня руководство региона оптимизирует бюджеты и продолжит планомерное снижение расходов и в последующие годы, отметила Татьяна Лагвиненко и рассказала Николаю Цуканову о примерных параметрах окружной казны на следующие три года. Так, на 2017 год дефицит предусмотрен в размере 10%, а расходы на уровне 12 миллиардов 400 миллионов рублей. На 2018 год 10 миллиардов 800 миллионов рублей. В 2019 году расходы останутся прежними, но уже без дефицита бюджета. В ходе совещания Николай Цуканов сказал, что готов содействовать региону в подготовке обращения в Министерство финансов РФ. Подготовьтесь со всеми цифрами. Кроме вопросов финансовых, на повестку дня вынесли и вопросы исполнения майских указов президента. По информации Татьяны Лагвиненко, из 40 целевых показателей, определенных указами, по итогам 2015 года достигнуты плановые значения по 29. Полпред Николай Цуканов, в свою очередь, напомнил, что исполнение указов президента приведут к качественной жизни населения. А это задача номер один для всех регионов страны. Губернатор округа Игорь Кошин на этой неделе встретился с генеральным директором Роснефть-Печоро-СПГ Дмитрием Агеевым. Стороны обсудили будущее перспективного газового проекта, который планируется реализовать на территории Ненецкого округа, а также возможность получения компании права на экспорт газа. Соответствующие изменения в закон об экспорте газа будут рассмотрены депутатами Госдумы нового седьмого созыва не раньше октября текущего года. В ожидании решения компания изучает территорию, где планируется строительство завода, определяет конфигурацию нового объекта. После этого будет произведен финальный обсчет стоимости строительства и эксплуатации, определен объем инвестиций. Округ заинтересован в таком масштабном проекте. Запуск Печоро-СПГ имеет стратегическое значение для страны. Это фактически создание новой газоносной провинции, включающей в себя строительство завода по сжижению природного газа и других объектов инфраструктуры, сказал глава региона Игорь Кошин. В ходе встречи стороны обсудили состояние нефтегазовой отрасли, перспективы сотрудничества и план дальнейшего взаимодействия. В декабре 2015 года нефтяная компания «Роснефть» и группа «Алтек» завершили создание совместного предприятия «Роснефть Печоро-СПГ», которое предполагает разработку двух месторождений Ненецкого округа – Кумжинского и Коровинского, а также создание газотранспортной инфраструктуры, строительство завода по сжижению природного газа, установки комплексной подготовки газа, а также отгрузочного морского терминала. В Наринмаре полным ходом идет строительство и ремонт дорог. Уже завершены строительные работы по улице Авиаторов на участке улиц Полярная и Рыбников. По улице Юбилейная также завершается реконструкция полотна. Отремонтировали дорожники и главные магистрали города – улицы Ленина и Ваучейского. О тех, кто трудится на дорогах, расскажет Любовь Пермякова в рубрике «Актуально». Плотность укатываем, асфальт, чтобы плотность была хорошая, чтобы не разбивали дорогу. А сколько надо раз так проехать и дать сюда, чтобы было? Минимум 28 раз, по одному и тому же месте. Дмитрий Деребенчук рассказывает об особенностях своей профессии. Второй год молодой человек приезжает работать в Наринмар из Санкт-Петербурга. Сколько уже метров дороги проложили? Я без понятного. 10-15 точно. Скоро копилка опытного машиниста пополнится новыми цифрами. На улице Ваучейского Дмитрию предстоит отремонтировать 9 квадратных километров дорожного полотна. Работа, по словам мужчины, почти ювелирная, дорога каждая минута. Бетунная смесь на участке дороги должна быть укатана до того момента, как она начнет остывать. Кроме уплотнения асфальтового полотна, в работу дорожного катка входят и другие функции. Затирают все трещины, убирают все недостатки, которые есть в асфальте. Показатель прочности и срок эксплуатации дороги будет зависеть не только от машиниста катка, но и от работы целой команды. И если Дмитрий Деребенчук в процессе укладки асфальта идет завершающим, то впереди дорожной колонны медленно продвигается железный конь машиниста-асфальтоукладчика Антона Инко. Ровно и красиво в этом году будет не только на улице Волчейского. Пока Антон Инко и Дмитрий Деребенчук трудятся в самом сердце города, на другом конце Наринмара в районе старого аэропорта приводят в порядок бордюры и тротуары Сергей Пшенов. И пусть у Сергея нет в арсенале тяжелой техники, зато есть золотые руки. Несмотря на наличие нескольких профессий, слесарь механо-сборочных работ, помощник бурильщика, три месяца назад мужчина решил устроиться именно в Наринмар-Доримстрой и не пожалел. За это время Сергей успел сделать не только бордюры на улице Российской, провести озеленительные работы по улице Авиаторов, но и нашел новых друзей. Среди них и Александр Львов. Ну я недавно, я тут по другим объектам работал, а сейчас сюда перешел. Трудно работать? Ну в общем-то тут конечно не библиотека, но физический труд он полезен вообще, на свежем воздухе тем более. По данным предприятия Наринмар-Доримстрой, сегодня строят новые участки автодорог, ремонтируют дорожное полотно, устанавливают бордюры и тротуары, почти 100 дорожных рабочих. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Поддержка готовых проектов и разработка новых. Фонд поддержки предпринимательства региона активно продвигает направление бизнеса, который необходимо развивать в регионе. Это переработка рыбы, сбор и переработка дикоросов, сельская пекарня и мини-фермы. В регионе есть примеры успешных домовых хозяйств, которые в будущем могут реализовать инвестиционные проекты. Когда семья Ануфриевых два года назад покупала двух маленьких поросят Воксина, она даже не представляла, во что это выльется. Сегодня в хозяйстве уже более 30 свиней. В первый раз плодовитая матка родила 16, во второй раз – 18 поросят. К такому количеству подопечных семейная пара была не готова, но от своих планов не отказалась. Для поросят соорудили загон, где они будут жить в теплое время года. Те, что только появились на свет, пока живут с мамой. И те, и те кушают исправно, а значит, корма понадобится немало. Но начинающий свиновод уже закупил комбикорм в Коми и доставил по реке. Опыт содержания свиней пригодится, если семья пожелает оформить крестьянско-фермерское хозяйство. По данным Фонда поддержки и развития предпринимательства, сегодня в регионе зарегистрирован 51 фермер. Для развития сельского хозяйства фонд разрабатывает новые проекты. Он может ознакомиться как раз в нашей базе. Далее этот предприниматель обращается к нам в фонд. И мы уже, исходя из конкретных сценарных условий, этот проект проектируем в жизни. Мы вместе можем посмотреть, какие ресурсы мы можем подключать. Будь то грант, будь то субсидия, будь то лизинг для оборудования. То есть мы вместе садимся и смотрим все ресурсы, просчитываем все риски, все моменты реализации этого проекта. Сегодня в инвестиционной базе 11 готовых предложений по открытию собственного дела. Все они размещены на сайте организации. К каждому проекту прилагаются расчеты, каких показателей должен придерживаться предприниматель. К примеру, срок окупаемости свиноводческой мини-фермы составит примерно 39 месяцев. В первый год окупаемости выручка составит 8 миллионов 650 тысяч, во второй год – 13 миллионов, в последующие – до 15. Есть и примерные данные по затратам. Так, мини-ферма обойдется бизнесмену в 1 миллион 650 тысяч рублей. Из них 400 тысяч – собственные средства, 500 тысяч можно получить в рамках окружной субсидии и 800 тысяч – заемные деньги. Сегодня фонд поддержки предпринимательства оказывает услуги микрофинансовой помощи. Кроме того, сегодня в регионе действует мощная система поддержки сельхозпроизводителей. Компенсация расходов на доставку товаров на Рейнмар, частичное возмещение затрат, возникающих в связи с производством овощей закрытого грунта, производством и реализацией молочной продукции. Все начинающие предприниматели могут получить бесплатные консультации, в том числе по оформлению земельных участков. Так что, как говорится, бери и делай. Как показывает опыт семи Ануфриевых, и в Заполярье возможно успешно вести сельское хозяйство. Валентина Чебичек, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». В воскресенье 14 августа строители России отметят свой профессиональный праздник. Впервые день строителя в Советском Союзе официально отметили 12 августа 1956 года. Эта профессия окружена особым почетом, ведь прекрасные города и великие памятники архитектуры возводились их руками. Трудятся на строительных объектах в эти дни в окружной столице более ста человек – каменщики, сварщики, штукатуры, маляры. В преддверии праздника наша съемочная группа пообщалась с представителями старейшей профессии. Подробности в рубрике «Стопкадр». Кирпичик за кирпичиком и стена нового жилого пятиэтажного дома по улице Тыковылки благодаря ловким рукам Сергея Канева вырастает прямо на глазах. Мужчина на этом объекте работает с первого дня стройки. А сколько кирпичиков таких в день кладете? В зависимости от кладки. На перегородках там поменьше, на капитальных стенах побольше. До двух ладонных бывает день. Примерно где-то 1400 кирпичей. За 10 лет руками Сергея уложено более двух миллионов кирпичей. Уроки правильной кладки мастер своего дела получил на базе Наринмар-Строя. Там мы обучались. Приходили учениками каменщика, потом сдавали на разряды. Вот так и получали там. А когда поняли, что это вот ваша работа именно? Не знаю. Так вроде понравилось. И наримали вроде работы такой. Лучше, мне кажется, пока нет. Более 50 таких же увлеченных строителей, как Сергей Канев, эти дни трудятся в компании Наринмар-Строинвест. А возраст какой средний работник? 30 лет примерно. От 25 до 40. Нет, еще есть. Да, 45 даже есть люди у нас работают. Есть мужчины в возрасте, которые всю жизнь отработали каменщиками. Не жалуются. Им нравится эта работа. Поздравили уже ребята? Конечно. Всех. И меня тоже не успел прийти. В первую очередь сразу начали поздравлять. С этого начался у нас веселый, добрый день. С поздравлений начался день у строителей другого объекта. Нового завода по производству стройматериалов на базе бывшего предприятия СМО. Там уже этой осенью будут выпускать расширенную линейку железобетонных изделий. Сварщик Юрий Карипанов с 8 часов уже на ногах. На работу, говорит, мужчина ходит как на праздник. Ведь фейерверки у него каждый день. На его счету несколько тысяч сваренных труб, железных конструкций и различных деталей. До того, как освоит профессию сварщика, Юрий Алексеевич попробовал себя в нескольких специальностях. И токарем работал, и слесарем работал, и шофером был. Нормальная профессия, не хуже других. И поработал разными профессиями. Остановился на этой. Остановился на этой профессии Юрий Алексеевич не зря. Хороший сварщик сейчас на вес золота в промышленности, строительстве, быту. Не думали никогда сменить профессию? Нет. И холодно, и все, когда было на улице. Когда получается, экономить удовольствие. Отработал, пошел. Вроде устал, но усталость-то приятная. Приятную усталость мужчина испытывает уже на протяжении 20 лет. Именно столько он работает сварщиком. Любовь к этой профессии шутит Юрий Карипанов, как соединительный сварочный шов. Надежно и навсегда. На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте. До встречи через неделю.